Музыка Саламу айкум уважаемые хасавертовцы Значит я как начальник отдела хотел бы рассказать вам о происходящих событиях в этом году в нашем городе Значит в городе у нас находится 157 спортивных сооружений Из них 68 спортивных залов В этом году проведено более 160 спортивно-массовых мероприятий Значит из них проведено по различным видам спорта мероприятия 60 На сегодня в городе работают 10 спортивных школ Значит эти такие школы как специализированная школа олимпийского резерва Шамиля Умаханова Специализированная школа олимпийского резерва Аулета Батырова специализированная школа Олимпийского резерва «Спартак», специализированная школа по боксу Гайдербека Гайдербекова, частный футбольный клуб «Победа». У нас есть детская спортивная школа при городском управлении образования. В этом году открылась спортивная школа имени Олимпийского чемпиона Мурада Умаханова. Уже более 3-4 лет у нас существует спортивная школа имени Олимпийского чемпиона Буайсара Сайтеева, физкультурно-спортивный клуб по боксу, а также спортивный интернат в Волчановском саду. Поэтому, что хотелось бы сказать об этом. Из этих всех спортивных школ, которые у нас существуют и работают в нашем городе, из них 3 школы вошли в пятерку лучших спортивных школ Республики Дагестан. Это значит первое место заняло училище Олимпийского резерва в Республике. Она заняла первое место. Значит, третье место заняла специализированная детская и юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Шамиля Умаханова. И пятое место в Республике заняла специализированная школа Мавлета Батырова, которая замкнула нашу пятерку. Наши школы считаются одними из лучших не только в Республике, но и в России. Рабочая обстановка, хорошие спарринги, сильная конкуренция, подготовка хорошего ребят. Тренера работают, тренировки хорошие. В Дагестане спортинг-партнеры очень хорошие, тренировки здесь хорошие. Люди гостеприимные, каждый по-своему готовится. Сейчас все настраиваются, потому что каждый год развивается это соревнование. За этот год, за прошедший год подготовлено нашими спортивными школами три человека мастеров спорта международного класса. 18 человек мастеров спорта, 12 человек кандидатов в мастера спорта и более тысячи человек, людей, которые разных юношеских и взрослых разрядов. Также проводится массовое принятие ГТО, норматива ГТО, где более 37 человек сдали на золотые значки ГТО по всей республике. Хочется также сказать, благодаря слаженной работе нашего отдела совместно с детскими спортивными школами, которые функционируют в городе и с помощью нашей администрации и всех отделов, которые входят в администрацию, наш отдел по физической культуре и спорту, город, занял общекомандное первое место на смотре и конкурсе за лучшие города, за работу по физической культуре и спорту. Поэтому вот такие у нас успехи, вот такие я бы еще хотел добавить, что мы выявили 10 лучших спортсменов города за прошедший год. И хотелось бы мне перечислить десятку лучших наших спортсменов. Это, значит, Исал Дибиров Магомед Загир, он серебряный призер чемпионата России прошлого года, серебряный призер Европы и серебряный призер чемпионата мира по параду Квандо. Угуев Заур, чемпион России прошлого года, бронзовый призер чемпионата Европы, победитель международных турниров вольная борьба. Ахмед Чакаев, чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы, победитель международных турниров вольная борьба. Гасанов Заирбек, чемпион России и чемпион мира по грепплингу за 2017 год. Гаджи Магомедов Ахмед, призер чемпионата Европы по вольной борьбе, призер чемпионата России. Мусаев Шамиль, победитель первенства России и мира за 2017 год по вольной борьбе среди молодежи. Аскар Аскаров, чемпион России, чемпион Сурдоолимпийских игр 2017 года по вольной борьбе. Раджаб Бутаев, победитель восьмого рейтингового боя среди профессионалов в США. И у нас мы определили командные лучшие от команды баскетболистов, баскетболисток, 13-кратные чемпионы Республики Дагестан. И футбольный клуб Хасаюрт второй год подряд занимает второе место Республики по футболу. Еще раз скажите, за 2017 год какие значимые? Значимые, да. Я хотел бы сказать, что среди тех, которые мы написали, особо важными считаются межконтинентальный кубок по вольной борьбе. Вообще-то, фактически, дети, спортсмены, они должны быть как спецназовцы. Они в любую погоду, холодную, пурга, снег, всегда должны быть готовы и готовы бороться. Ну, мы говорим, что идет подготовка. Ну, они уже, если человек 5, 6, 10, 12 лет тренируется, где-нибудь два раза, значит, он уже готов. Ну, прийти к той форме, которая ему нужна, соревновательная, это другое дело. В этом старте этих соревновательных покажут очень хорошие схватки, чтобы было зрителям и болельщик в вольной борьбе интересно. Это тот же турнир, что и на приз Шамиля Умаханова, памяти Шамиля Умаханова сейчас, она называется памяти великих спортсменов 19-20 столетия. И вот этот турнир один из самых важных, который мы проводим. Мы готовим к любым мероприятиям, к проведению, любого уровня соревнований, тот же межконтинентальный кубок. Поэтому я уже знаю, как проводится, и уже ехал с тем, что здесь ответственность за любое мероприятие несут люди, которые здесь живут, работают в этом зале, в этом городе. Поэтому очень приятно всегда сюда приезжать. И с любой ситуацией, любой проблемой, которая справляется буквально считанные минуты. Потом уже мы в городе проводим такие мероприятия, как вот легкоатлетический кросс, Хасавюртовское кольцо, оно называется, где мы привлекаем более 300-350 участников. Это и школьники, это учащиеся в вузах, учащиеся в СУЗах и так далее. Поэтому это одно из таких, посвященное она к Дню памяти, значит, к 9 мая, к Дню погибших наших ветеранов в Великой Отечественной войне. Потом мы также проводим 1 июня, мы проводим международный, посвященный, значит, фестиваль спорта, посвященный Международному Дню защиты детей. Также мы проводим мероприятия, значит, по шашкам, шахматам на приз кавалера Ордена Дружбы Народов Абукова. Мы также проводим летом, у нас проходит большой, огромный турнир «Кожаный мяч» с привлечением более 2000 детей, посвященный он памяти героя Советского Союза Джумагулова. Также мы проводим, значит, турнир первенства республики, чемпионат республики Дагестан по буксу, посвященный на призы министра транспорта, энергетики и связи Саид Башидаревича Умаханова. Чемпионы становятся от таких маленьких турниров, чемпионатов Дагестана, республики, потом всесоюзные турниры, вот такие юридические турниры, надо почаще выступать нашим детям и будут хорошие показатели. А так по России, по России, я не скажу, что у нас плохой показатель, чем вольная борьба, они наравне идут, бокс и вольная борьба у нас республики и развивается. Я, конечно, успехов желаю. Много могу я перечислить турниров и то, что проходит, вот из 30 дней, которые в месяц 30 дней, из них 20 дней, можно сказать, во дворце спортивного комплекса Гамида Гамидова всегда проходят ежедневно мероприятия. И также в этом году, вот сейчас, начиная с 3-го числа и заканчивая, вот по сей день проходят там мероприятия, вот в эту субботу ожидается первенство Дагестана среди юниоров по вольной борьбе. Вот есть такое крылотое выражение у нас в городе, хасаверт, кузница спортсмена. Как вы вообще говорите? Это не мы так называем, так называют, о нашем городе везде отзываются, и в Махачкале, и где бы ни было, вот те перечисленные школы, руководители этих спортивных школ, тренерский, преподавательский коллектив делают огромную работу, привлекая детей, значит, от всего-всего, вот с улицы привлекая, привлекая, значит, даже занятия спортом, поведческой культурой и спортом, и огромная работа проводится в этом направлении. И это крылатое выражение, хасаверт, кузница чемпионов, оно особое значение имеет, почему? Потому что это на самом деле так оно и есть. Только в нашем маленьком городе воспитано 9 чемпионов Олимпийских игр. Я долгое время работал тренером, и показатели были неплохие, и у меня очень много чемпионов, и Олимпийских игр, и чемпионов мира, и Европы. Конечно, я этот вид спорта люблю, и вообще это, я считаю, самым сильным видом спорта. Вы посмотрите сейчас, единоборство, разные там силовые, где бы не было, вольники всегда, они лидеры, сильные, крепкие, мужественные. Здесь все одновременно тренируют, и мозги тренируют, и характер, стойкость, выдержка. Вы помните, наверное, самые тяжелые времена, наши вольники показали свой патриотизм, защитили город, республику. Это и есть вольная борьба. У нас есть, значит, зал славы, вот во дворце спорта Гамида Гамидова у нас есть зал славы. Мы все кубки, которые завоевываем, и которые привозят наши и тренера, и участники соревнований, и победители турниров, мы все ставим туда для обозрения всем спортсменам и для обозрения всех, кто приходит туда, вот этот дворец спорта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok